23-27 время я только еще выезжаю с базы после ремонта я просто так вот скидал божественно слегка засохший батон с колбасой или надо было сюда ехать я херею просто вот это дерьмо в районе четырех с половиной часов поспал все отлично сейчас пойду тачку посмотрю что там есть и 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 все почти выбрался уже на знакомую уже дорога сейчас просто направо надо и на трассе туда выходить Полные баки Впереди 4000 км Дистанция Болты протянул На этом успокоился Успокоил нервы свои Все отлично Все вроде хорошо Обожаю свою работу Парням посигналим Все, погнали Помните, я говорил, что у меня крылья задраны Вот эта вот клавиша подъема кабины Положение включено Сейчас все вровень Я когда рельсы проезжал Я забыл ее, короче, обратно сделать Из-за этого, походу, у меня крылья были задраны Пойдем посмотрим, остановился Все, в транспортном положении Сейчас пойдем посмотрим, что у нас крылья Задевают они там за что-то и видно Так, ну здесь уже интереснее Ну, не знаю Как будто, блин, все так же, елки-палки Клин знает, короче Я думаю, у меня крыльев ненадолго, походу Как так, Клин, поймешь Все в транспортном положении, все нормально Дорогие друзья, всем огромный привет Подъехал к Тушнолобово, ребят И захожу на стоянку Сейчас зайду на стояночку и будем ждать нашего товарища Или на стоянку Ему в Новосибирске выгрузка, у меня в Иркутске И поэтому поедем мы с ним вместе Но надо его подождать Так, с права грязно Вон туда станем, на асфальт Налево Вот, ждать его, наверное, часа полтора, блин, придется Не знаю, сколько Ладно Вот, пока Как убьем время Разбор грузовиков Как убьем время Короче, надо знать, что сделать Открыть ворота И протянуть груз 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 протянем Все будет ништяк Сейчас туда, к синей Вольве Между зеленым лидером и синей Вольвой Че у нас? Магна или че-то? Не знаю, не поймешь Сюда вот залезем На улице дождик 10 часов 20 минут Не знаю, утро или день Для меня это уже день 10 часов 20 минут Так, задняя передача Включаем аварийку Рецепт нужно в правую сторону Руль крутим влево И тихонечко обратно возвращаем его Обожаю свою работу Открыть, поэтому оставим место Примерно вот так вот Вот так вот Все Дворники Ручник И нейтралка Ну че, погнали смотреть Держечку Так Спал Надо Дотянуть Этот Тоже Дотянем Этот спал Вот эти вот ходят Ремень спал Тоже Ремень спал Хорошо держится Это че упал Блин, отвалилась Блин, эта херня Отсюда С той стороны Отвалилась Которая вот Сюда Надевается Сараза Это нормально Этот надо поправить Этот тоже Поправим Этот Все хорошо И этот Тоже Все хорошо Получается Нормально Нормально Раз поправим Два поправим Нормально Три Четыре Пять Шесть Семь Семь штук Надо поправить Так Ну и все Первый Второй Третий Везде прокладочки Поправил Четвертый Пятый Блин Вот Если бы не это дерьмо Посередине Я бы нормально Ремень кинул Он бы у меня так Исползал Из этого Из этой хероты Которую нельзя Повреждать 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 Пришлось делать Вот так Вот Бокум Они Бобины Круглые Ремень Естественно Спадывает Как-то так Друзья мои Всем Огромный Привет Я добрался До Иркутска Братва Все Отлично Вообще Без проблем Торожка Такая Была Скучновато И что Спокойно Ничего Тут больного То нет Поэтому Братва Ничего Не снимал Короче Ехал 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 Каждый День С утра Завтрак В обед Обед 800 Километров На стоянку Вот Примерно Так И работал Сейчас Нахожусь В городе Шелихов По-моему Называется Если правильно Сказал Иркутский Перед Иркутским Здесь Вот Выгрузился И направляюсь На погрузку На завод По дороге Как всегда Естественно Я не сделал Нифига Этот Тросик Пломбировочный У меня всегда Проблемы с тем Что Надо вовремя Сделать Я всегда Забываю Эту херню Короче Не знаю Сейчас Вот Если Сейчас Если запустят Загрузят С этой херней То нормально Если нет То придется Что-то думать Что-то делать Короче Концевика Одного На тросике Нет Короче Такая херня Вот В маске Представляете Масочный режим Еще Здесь Офигеть Надо С ума сойти Я уже Забыл Когда маску Показать Раз одевал А тут Все Строго Короче Тема Такая Здесь Братва Памятка Дали Памятку Вы Находите Здесь Все дела И написано Так Корпусам Не прижиматься Сильные Магнитные Поля Могут Вызвать Сбой В работе Электроники Автомобиля Не останавливаться В местах Обозначенных На схеме Электромагнитные Поля Я был Здесь Доехал Вот сейчас Примерно До сюда Сейчас мы Повернем Направо Здесь КПП Наверное Где-то Будет И вот Они Желтенькие Электромагнитные Поля Едем Едем Сюда Здесь Тоже Нельзя Стоять Какой-то Дельфинчик Будет Хрен Поймешь Короче Якобы Братва Короче Этот Тачка Глохнет И все И завести Ее уже Не можешь И там Есть трактор Который Вас Толкает Тягает В общем От этой Всей ситуации Чтоб вы Отъехали В общем Нельзя Останавливаться В местах Отмеченных Как Электромагнитные Поля Якобы Электроника Вся С ума Сходит Солярка В ноль Падает А сейчас У меня Ее Ого Сколько Видно Вот Поэтому Говорит Внимательно И лучше Ехать На Механике Якобы Если Тачка Что-то Там Заглохнет Короче На Механике Переключаюсь На Механику И Поедем Так На улице Плюс 16 Что-то В футболке Все равно Прохладно Одену Кофту Такие Вот дела Братва Что еще Нового Да Нифига Нет Нового Короче Стою Жду Груза Отключил Регистратор Повытаскивал Все Вот эти Штуки Штуки Дрюки Выключу Нафиг Радио Чтобы Ничего Не Погорело У меня Что еще Можно Отключить Печку Что-ли Пускай уж Будет Телефон Я думаю Ничего не будет Рацию Выключим Нафиг Все Вроде Больше Нечего Отключать Разве Что Машину Снимать Там Запрещено Поэтому То Как у меня Пройдет Погрузка Все Вам Скажу Кстати Здесь Вот В памятке Написано Тут Фото Видеосъемка Запрещена В том числе Регистратор Нахождение Защитной Маски И При отсутствии Стижных Ремней Отгрузка Не осуществляется Стижные Ремни Должны быть В исправном Состоянии Без видимых Дефетов Загрязнений Крепление Катанки Происходят Стижными Ремнями Тататат Трэпырует Пятое Десятое Все Про ремни Короче Про Пломбировочный Тросик Не слово Поэтому Может Как-то Прокатит Но его Обязательно Надо сделать Блин На ровном месте Нажил Все проблемы Помыл машину Оборвал Концевик Троса Вообще Пипец Такие Деваки Все Братва Загрузился Сказать Что Была Легкая Погрузка Не могу Потому Как Очень Очень Много Инстанций Всяких Надо Там Пройти С документами Обойтись Только Людей Все Подписать Печать Поставить Потом Плюс Еще Машина Что У меня Произошло На заводе Короче Рассказываю Когда Я туда Заехал Действительно Ну Все У меня Проверило Краном Все Поехал Дальше Отключил Все Свои Приборы Мультимедиа Все Навигационные Системы Вот Эти Все Нафиг Надо Думаю Что Сгорит Нафиг Вот Проезжая Мимо Какой-то Там Рамки Вот С Этой Херней Сей Магнитной Да У меня В натуре Короче Машина Начала Дергаться Ошибка Загорелась Что-то Первая ошибка По-моему Не помню Сюда Прикреплю Потом посмотрю И сюда Прикреплю Короче Первая ошибка Была Машина Задергалась Немножко Но не заглохла Все нормально Я доехал Она подергалась Видать Проехала Этот момент И потом Машина Нормально пошла Вот Припарковался На ворота При парковке На воротах То же самое Было Там Рамка какая-то Магнитная Недалеко Была Когда вперед Вытягивался Остановился На том Что у меня Машина Начала снова Ошибку Выдавать Вот И короче Снова Начала Дергаться Туда-сюда И я назад Кое-как Запихнул Все на рампу Благо С первого раза Туда попал Еще Вот Все Загрузился Все нормально Загрузился Как Покажу Потом Когда буду Останавливаться Для протяжки Груза Посмотрю его Вот Секундочку Скину пока Потом Перезвоню ему Вот И Что у меня дальше Было Потом загрузился Выезжал И снова Под эту рамку Проезжая Я уже подготовился Перешел Ребят Кстати Не на автомат А на механику Почему-то Ребята Сказали Едь на механике Вот На коробке С механикой Поставил режим И так шел И обратно У меня тоже Выдало ошибку Машина задергалась Но Слава богам Все обошлось Все нормально Не заглох Нигде Все отлично Сейчас ошибок Никаких нет Кроме Человека Который горит Уже всю жизнь С появлением Этой машины На свет Мне кажется Но это похоже Связано С нашим другом Тахографом Вот такие дела Все выехал Время 10 часов 47 минут По Москве Встал я сегодня Ребят В 2 ночи По Москве Потому что Здесь Часовой пояс Плюс 5 Собственно В 7 я встал Пока умылся Потом С 8 они начали работать Сдал документы На выгрузку Выгрузился Без проблем И вот 10.47 Москва Я выехал Вот такие вот дела Впереди у нас Братва 5100 километров Это наверное Один из самых Моих длинных Рейсов Что несомненно Меня радует Вот такие дела Выгрузка Владимирская область Город Кольчугина По-моему город Это Кольчугин Но могу Если я ошибаюсь Ребят Поправьте Вот такие дела Выгрузка у нас 3-го числа Сегодня на дворе 27-ое Да 27-ое Вот Примерно По 830 Километров В день Я посчитал Но Это Из расчета Завтрашнего дня Я считал Сегодняшний день Я отдавал Чисто на выгрузку И погрузку Вот Так получилось Что я уже успел Выгрузиться И загрузиться Выехать Как вы уже знаете Я живу по московскому Времени Но не стоит забывать Что сегодня работаю Я с 2 часов ночи Поэтому Во сколько я устану И встану на стоянку Я не знаю Сказать не могу Но опять же Сегодняшний день Как таковой Пробежать Сколько получится Чтобы На следующие дни Оставалось поменьше Вот как-то так Братва Вчера пришли суточные Бабки есть Надо было заехать А Суп еще остался Я суп варил Да Надо будет суп докушать свой И потом уже Но хлеб Надо будет Дядьки остановиться Купить А может я Наоборот Сейчас заеду Покушаю нормально В кафе Чтоб там Знаешь Первое-второе Так кушать хочу Вообще бипец Заеду покушаю Наверное Первое-второе Чтоб все нормально Так наестся И А вечером В принципе Так можно Там немножко Осталось Супу наше Доесть Кастрюльку Помыть И все Все будет Отлично Все будет Ништяк Все будут Такие Короче Сделал камеру Вот так вот Прикол Посмотрим Как она будет Снимать Интересный кадр Получится Нет? Надеюсь Она у меня Не упадет Короче Братва Я еду За рулем Окно Закрыто А камера Расположена Вот там Я надеюсь Она не грохнется Короче На кочках Потому что Крепление Ну я вроде Его подергал Оно вроде Нормально Тут Как бы Но на всякий Сочи Еще привязал Камеру Шнурку Получается Там есть Крепление Специальное И Шнурок Обвязал Вот за зеркало Что даже Если она Вдруг на кочке Где-то упадет То В принципе При помощи Шнурка Она останется На весу На зеркале На всяком случае Так в планах Если Тража Вдруг Упадет Хотя Мне кажется Она не упадет Она держится Посмотрим Что за кадр Получится Вот сейчас Она снимает А я снимаю Едно Телефон Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok